Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. У меня супруг очень непрямый человек, я это понимаю, готовный идти на уступки в большей части ситуации. Но, когда я точно не виноват в какой-то ситуации, супруг, не разобравшись и не воспринимая мои оправдания, что от меня продолжает, что от меня виноват, а еще обижается, меня берет жуткая злость. Что с этим делать? Ну, смотрите, давайте для начала определимся с стороной, да? То есть, супруг в целом человек упрямый, и он, если. Если я правильно вас понял, да, ваш супруг всегда действует так. Таким образом, вот, что... не разбирается, да? И сразу, значит, кидается, кидается с обвинением. А, это просто, а… Расслабый. И это, значит, да. И, конечно, подращайтесь. И так далее. Идёте на уступки, как-то вот, припоминаете, что ваш супруг обладает такой особенностью, и спокойно идёте на уступку. Иногда вы не можете, получается, идти на уступку, и вас, ну, одолевает, собственно, злость, вот, и как-то вот вы ведёте себя, да, с этой точки зрения. Наверное, не совсем последовательно, получается, получается так, как я это вижу, по крайней мере. И что здесь, по вашему мнению, да, является, как бы, ну, более, может быть, как-то стабильным, или... Что является, по вашему мнению, здесь более последовательным, вы или ваш супруг. На мой взгляд, более последовательным является ваш супруг, несмотря на то, что, по крайней мере, никого из себя не строить. Будучи упрямым и будучи таким вот темпераментным и успильчивым, он, соответственно, всегда не разбирает, всегда виния. Но, у вас есть проблематика вины. То есть, когда вы считаете, что вы виноваты, вы принимаете это, принимаете его упрямость. Когда вы считаете, что вы не виноваты, вам сложно это сделать. И с этой точки зрения ситуация является проблемной именно в силу того, что вы, в принципе, считаете себя виноватым. Можете считаться себя виноватым. Именно вы. Дело ведь не в том, что вы виноваты. Дело не в том, что вы ошибаетесь. Дело в том, что вы чего-то хотите. То есть, ну, поступая определенным образом, вы чего-то хотите. И проблема вашей виноваты заключается в том, что вы нарушаете сами же свои личные границы. Сами же нарушаете свои личные границы тем, как мне кажется. Что считаете себя виноватым. Вот. То есть, сами обесцениваете в этом смысле свою позицию, то, что вы хотите. Вот. То, что вам важно, то, что вам ценно. И так далее. Вот. И это является проблемой. Чувство вины. С этим нужно отдельно работать. Чтобы ошибаюсь. Чтобы... Сталкиваясь, скажем так, с... Ну, с обвинением, например, вашего мужа. А вы не смотрели, не столько смотрели в сторону оправдания, потому что образуется человек уже виноватый. Даже если он не виноват. Вот. Сколько вы смотрели в сторону того, чего вы хотели. То есть, почему вы так поступили. Да? Не в смысле причины. А в смысле именно того, что вы преследовали. Да? То есть, совершая какой-либо поступок, вот, совершая какое-либо действие, человек далеко не всегда может предугадать последствия этих своего действия. Вот. Вот. Но он всегда чего-то хочет. И если человеку сложно принять какие-то негативные, неожиданные последствия своих действий, то человек пытается оправдаться, чтобы сохранить свой образ. Как для себя, так и для другого человека. И когда этот образ разрушается, вот, является чувство вины. А момент в том, что у людей, которые часто себя чувствуют виноватыми, этот образ является достаточно ригидным. То есть, он достаточно такой вот, жёсткий. Соответственно, у такого человека легко вызвать чувство вины. Вот. Вам нужно здесь поработать именно над вот при этом себя. И, ну, переключать внимание, вот, на другое. Да? То есть, если я, вот, я сейчас приведу такой, немножко банальный пример. Вот. Вы любите розы. Я подарил вам фиалки. Вы говорите, зачем ты мне подарил фиалки, когда я люблю розы, ты это знаешь? Понимаешь? Вот. Фиалки я не люблю говорить. Вот. Зачем ты это сделал? Ты, наверное, хотел это мной произделать. Вот. А я же говорю о том, что я хотел разнообразие. Для чего я дарю тебе только розы. И понимаете, штука в чём? Штука в том, что если я буду стремиться убедить вас в том, что я не издеваюсь над вами, то я вас не смогу убедить. Потому что вы уже решили, что я издеваюсь. То есть, для нас это уже издевательство. А я могу сказать вам, чего хотел я. И вот это самое главное в этой ситуации. В этой ситуации это самое главное, чего я хотел. Дальше. Следующий момент. Упрямство вашего мужа, как это ни странно, не является упрямством как таковым. То есть, упрямство вашего мужа является следствием его личности, проявлением его личности. Судя по тому, что вы пишете, в вашем восприятии его упрямство не имплементировано в тело личности. Которого вы видите в мужу. Вот. С чем это связано? Хороший вопрос. Я не знаю, с чем это связано. Гадать я сейчас не буду. Вот. Я могу лишь только обратить ваше внимание на то, что вы говорите, у меня супруг упрямый человек. Вот. Когда вы говорите, у меня, это автоматически наводит меня на мысль о том, что, ну, вот, как-то личные границы нарушены. Он нарушен между вами. Потому что он не у вас. Он просто прям. Он не у вас. Здесь стоит задаться вопросом о том, какие отношения вы выстраиваете. партнерские раны или нет. Речь не про то, чтобы обязательно выстраивать партнерские отношения. Речь больше про то, насколько комфортно каждому из вас в тех отношениях, которые вы друг другом устраиваете. И последний момент, на который хочется обратить ваше внимание, это, пожалуй, момент, связанный с восприятием проблематики. То есть, видит ли ваш муж в этом проблеме. Вот. Если видит, то вы можете вместе с ним обратиться к психологу. Вот. И, значит, для себя прояснить, во-первых, некоторый момент, во-вторых, научиться более зрелым общением. Вот. Но, опять же, если он тоже видит в этом проблему. Если нет, то можно сработать только с вами. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Всего вам самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Подписывайтесь. Подписывайтесь.